На Украине обсуждают новый скандал, в центре которого оказался депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Масичук. Он, в числе прочего, известен тем, что выбивал из чиновников в Донбассе признание в госизмене. И вот теперь пришел в больницу в Луганской области угрожать главврачу чуть ли не расстрелом. Кадры попали в сеть в разгар подготовки к местным выборам, которые Киев назначил на 25 октября. Юлия Ольховская с подробностями. Депутат радикальной партии Игорь Масичук снова стал звездой интернета. На этот раз с угрозами он ворвался к главному врачу районной больницы города Кременна в Луганской области. Это территория подконтрольная украинской власти. Не посчитав нужным хотя бы объяснить, что он делает в лечебном учреждении, Масичук сразу перешел на крики и оскорбления. Чего вы ломитесь в лечебное учреждение? Ноги представили. Шамон! Шамон! Стоять! Шамон! 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 Стоять! И стоять! На каких представлениях, когда люди в реанимации? Какой? На каких? По моему распоряжению. Ты что, м***ь? Ты что, вообще обдурела, или что? Ира, вызывай милицию. Да вызывай, кого хочешь. Я, м***ю, не то, что врачом не будешь. Ты санитаркая, м***ь, расстроишься. Как позже выяснилось, Масейчуку не понравилось, что врач разрешила вывести из реанимации в здании суда раненого боевика батальона «Айдар», который подозревается сразу в нескольких преступлениях. Те, кто посмотрел этот ролик в интернете, сравнивают Масейчука со скандальным Сашко Билым. Вообще, его методы уже давно взяли на вооружение депутаты радикальной партии. Масейчук вместе с Лешко в прошлом году в сопровождении вооруженных людей в буквальном смысле слова выбивали из мэров городов Луганской области признание в государственной измене. Мэра города Стаханов Юрия Борисова похитили среди бела дня. Позже главу Славянска Александра Самсонова заставили под диктовку написать заявление о предательстве Родины. По этим фактам на депутатов завели уголовные дела, однако это их не останавливает. Вряд ли народные избранники позволили бы себе прийти с угрозами, например, в киевскую больницу. А вот в Луганской, получается, соблюдать нормы приличия и закона не обязательно. Все больше агрессии со стороны радикальных элементов направлено как раз на граждан Украины, которые проживают в Донецкой, в Луганской области, на территориях, которые контролирует Киев. Но очень многие люди, и обычные граждане Украины, и представители власти считают их недоукраинцами. Свои порядки в регионе установили и украинские военные. Глава местной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что, скорее всего, от рук так называемых освободителей Донбасса недавно погибли двое участников мобильной группы по борьбе с контрабандой. Преступников, похоже, даже не ищут некому. В той зоне, где погибли ребята, она полностью отдана под контроль вооруженных сил Украины. Есть населенные пункты, в которых живут люди, но нет даже участковых милиционеров. Таким образом, мы получили целые анклавы, которые контролируются исключительно военными украинской армии. Хорошо ли это? Я считаю, что ничего хорошего в этом нет. Любое отсутствие контроля, альтернативы – это первый путь к вседозволенности и безнаказанности. Возможно, в том числе поэтому Киев не горит желанием проводить местные выборы на Востоке, даже в тех городах, которые контролирует украинская власть. Вряд ли полное отсутствие правоохранительных органов понравится, например, международным наблюдателям. После того, как люди начали возмущаться, проводить выборы в некоторых крупных городах, таких как Мариуполь, все же разрешили. Однако за избирателей, похоже, уже решили, кого они должны выбрать. В интернет попала запись разговора, как утверждается между бывшим руководителем мариупольского отделения блока Порошенко и помощником одного из местных депутатов. Из этой записи понятно, что будущим мэром Мариуполя должен стать соратник олигарха Рината Ахметова, местный бизнесмен Юрий Терновский. Принято решение. Отвечать папками за всех. Будет один он. Юра? Да. Он. Ну, это его задача. Хочет, он их обелечивает, хочет, сам за них платит. Наша задача, чтобы он подтянул людей, которые подтянут в рейтинг-партии. В общем, принцип «неважно, как голосуют, важно, кто и как считает» на Украине по-прежнему актуален. Но даже несмотря на это, люди не хотят терять право голоса. Сегодня в Киеве на митинг вышли переселенцы из зоны так называемой АТО, требуя от власти не делить собственный народ по территориальному признаку и обеспечить всем одинаковые избирательные права. Юлия Ольховская, Анна Заякина, Екатерина Белова. Первый канал. Украина.